Здравствуйте! В прямом эфире новости телеканала Хабар. В студии Жанна Ситхан. Субтоперевод обеспечивает Хасан Исраилов. Сегодня в Казахстане отмечают 8 марта. В стране проходят мероприятия, посвященные этому празднику. В Жаннатасии Новосиелия сегодня отмечают 60 семей. На торжественной церемонии вручения ключей присутствовали и наши корреспонденты. Сейчас на прямой связи со студией Анастасия Сулейманова. Настя, здравствуйте! С праздником! Расскажите, кто сегодня получил квартиры? Добрый день, Жанна, и вас с праздником! У нас в Жаннатасии здесь у некоторых двойной праздник. Сегодня новоселами стали дети-сироты, многодетные и малобеспеченные семьи, а также бюджетные работники. Арендный дом сдали в эксплуатацию по программе Нур-Лэжер после капитальной реконструкции. На нее затратили чуть больше 195 миллионов тенге. Некоторые новоселы уже успели оценить свои квартиры. По-человечески понятна их радость. Они обрели жилье. Им пришлись по душе просторные, светлые комнаты. Среди тех, кто получил квартиры, пять многодетных семей из числа малообеспеченных. Среди них и семья Бекулиевых. И вот, что нам сказала хозяйка дома. Поручение главы государства о начале выплаты пособий с 1 апреля для нас большое подспорье. У меня пять детей. В очереди на жилье стояли семь лет. Получила долгожданную квартиру. Сегодня счастливый день. В Турском районе в прошлом году провели реконструкцию двух арендных домов на 120 квартир. Большая часть из них предназначена для малообеспеченных и многодетных семей. Отмечу, что в регионе в очереди на жилье стоят чуть больше 23 тысяч человек. Жилье для них будет построено в ближайшие годы. Такое поручение дал глава государства на 18 съезде партии. Для многодетных и малообеспеченных семей также в области будет построено 10 общежитий. Это будет временное жилье, пока они ожидают свои квартиры. Жанна, на этом у меня все. Спасибо, Анастасия. Она рассказала нам, кто сегодня в Жанатасе отмечает новоселье. В рамках социальных мер Алиумитек Камкорлак более 40 тысяч арендных квартир, преимущественно для малообеспеченных семей из числа многодетных, будет построено в Казахстане в ближайшие 7 лет. Ежегодно на это будет выделяться по 50 миллиардов тенге. Повысить доступность жилья для многодетных и семей с детьми с ограниченными возможностями, имеющих низкие доходы, намерены за счет льготного механизма предоставления займов под 2-3% годовых через систему жилстроисбережений. 20 медпунктов откроют в этом году в селах Северо-Казахстанской области. Нехватку еще 170 в регионе намерены решить за счет строительства новых через механизм государственно-частного партнерства. Не хватает в регионе свыше 200 врачей. В этом сельскую местность привлекут 100 молодых специалистов. Им выплатят подъемные по 1,5 миллиона тенге и предоставят жилье. Также в течение трех лет в регионе планируют приобрести 65 реанимобилей. Были определены 175 перспективных сел. Это в первую очередь улучшит качество оказания медицинской помощи. Соответствующие документации сейчас разрабатываются для того, чтобы объявить конкурс и привлечь частные инвестиции. В прошлом году были построены три фельдшерско-кушерских пунктов частными инвесторами в разных селах у нас здесь, в Североказахстанской области. Праздничные поздравления сегодня принимают и осужденные женской колонии Восточно-Казахстанской области. Бабушек, сестренок и, конечно, всех девчонок, одушево поздравляю, счастья, радости желаю. В учреждении провели встречу с родными и близкими, для всех организовали концерт. Отбывающим здесь наказание помогают социализироваться и освоить профессию. Больше ста девушек трудоустроены в швейные и кондитерские цеха, открытые в колонии. Выпущенные продукции из правительное учреждение сегодня обеспечивает несколько соседних поселков. Устроюсь на работу, буду водить внуков. Скоро у меня будут внуки уже, стану бабушкой. Буду водить внуков в школу, заниматься им, чтобы ошибки не повторялись. В эти праздничные дни в Алматы открылась выставка «Женских ликов. Золотая россыпь». На ней побывала Анастасия Валикжанина. Экспозиция «Женских ликов. Золотая россыпь» представлена многообразием картин разных лет. Это работы именитых художниц Гульфа Айрусы Смаиловой, Айши Галимбаевой, Елены Токай и многих других. Все произведения объединяет одна общая линия. Это возвышенная приподнятость образов. Женщина всегда у нас ассоциируется с любовью, с солнцем, с теплотой, с плодородием. И не случайно на протяжении, ну, наверное, всей тысячелетней истории искусства художники обращались к образу женщины. Женщина всегда была музой для художника. Женщина-мать, женщина-подруга, женщина-возлюбленная. Ее всегда воспевали художники и поэты. На выставке представлено более 50 работ. Картины тонкой нитью переплетены одна с другой. К примеру, в работе Камиля Шаяхметова на даче, где юная девушка сидит среди зелени, чувствуется умиротворенность и теплота. Или картина счастья передает искренность и любовь женщины, которая с нежностью смотрит на колыбель с ребенком. Примечательно еще и то, что портреты, женские образы, не только портреты, но и сюжетная композиция, и автопортреты, они перемежаются цветами. Потому что женщины и цветы – это понятие, ну, можно сказать, неразделимое. Потому что во все времена женщину сравнивали с цветком, с розой, орхидеей, лилией, цветущей, яблоней цветущей. В этих работах есть все для того, чтобы прочувствовать внутренний свет женщины, окунуться в мир прекрасного, многообразия, красоты. Анастасия Валикжанина, Канат Каматаев, Хабар, Алматы. К другим темам. 39 населенных пунктов в Кустанайской области сейчас находятся в зонах возможного подтопления. В них проживают 4,5 тысячи человек. О том, как в регионе готовятся к весеннему половодию, нам расскажет Артем Грапов. Он выходит на прямую связь со студией. Артем, здравствуйте. Вам слово. Добрый день, Жанна. В ближайшее время на реках планируют провести взрывные работы. Уже сформированы службы гражданской защиты. Подготавливаются пункты эвакуации. Их, кстати, больше сотни. В этом году на противопаводку мероприятия было выделено 442 миллиона тенге. Более подробно об этом нам расскажет руководитель областного депутата ПЧС Талгат Какимов. Талгат Базарбаевич. Скажите, все ли противопаводки мероприятия выполнены? Согласно утвержденной дорожной карте, в 2018 году запланировано 4 мероприятия. 3 мероприятия выполнены в полном объеме. Одно мероприятие – это переходящий юго-западный обводный канал в городе Костанаве. В этом году достроим. Также в целом мы проверили территорию подсистемы гражданской защиты. Готовность – это в рамках проведения учения РКШО в октябре 2019. В области подготовлены запас инертных материалов в достаточном количестве, та же Мешкатары, а также подготовлены 80 единиц – это водооткачивающая техника. В целом служба гражданской защиты к проведению без аварийного пропуска весенних паводков вод готовы. Спасибо. Но я добавлю, что большую воду в южных районах области ждут в третьей декаде марта, а на севере начало паводка прогнозируют на первые числа апреля. По данным синоптиков, высота снежного покрова в этом году выше показателей прошлого года. В среднем она составляет чуть больше 20 сантиметров. Жанна, мне все. Спасибо. Спасибо, коллега. Напомню, на прямой связи со студией был наш корреспондент Артем Грапов из Костаная. В селе Бескарагай в Восточно-Казахстанской области под угрозой подтопления находятся свыше 80 домов. Ситуацию усложняет поднятие воды в местном озере, расположенном посреди населенного пункта. Сейчас проводятся комплексные меры. Возводятся дамбы, приобретены мотопомпы. Сами жители активно расчищают дворы, вывозят снег за пределы села. Специалисты ЧАЭС контролируют прибрежную зону, где расположены частные строения. В результате поднятия грунтовых вод 81 дом находится в зоне подтопления. Вместе с этим, в прошлом году, внутри села ставили дамбы, поднимали с целью увеличения объема чаши этих озер. В необходимых местах возвели дамбы общей протяженности полтора километра. Ситуация на Шульбинском водохранилище Восточно-Казахстанской области стабильна и находится под полным контролем. Сейчас на гидроэлектростанциях готовятся к весеннему природоохранному попуску воды. По последним данным, на Шульбинском водохранилище имеется свыше 2 миллиардов кубометров воды. Водоем наполнен на 94%. В ближайшее время будут проводиться взрывные работы на реке Иртыш, освобождая ее от льда. На эти цели в областном бюджете предусмотрено 114 миллионов в Тенге. Сегодня ситуация как бы под контролем, есть полнейшее взаимодействие между всеми органами. Значит, и погода как бы на сегодняшний день, по крайней мере, по прогнозам гидромета способствует тому, что особых беспокойств сегодня нет. Но, тем не менее, мы сегодня подробно рассмотрели ответственность каждого, взаимодействие каждого, вплоть до того, какие мероприятия будут проводиться местными органами власти и в плане эвакуационных мероприятий. Наш выпуск завершен. Итоги дня мои коллеги подведут в вечерних выпусках новостей. До свидания.